МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Ворошилова 5 подготовлены при содействии пресс-службы МВД по Карачао-Черкесии в студии телекомпании «Черкесск» Фатима Куршева с традиционным обзором происшествий и криминальных новостей за минувший месяц. Сегодня в нашей программе. Верховный суд Карачао-Черкесии приговорил к 19 годам лишения свободы 25-летнего местного жителя, совершившего разбой, поджог, изнасилование и убийство. Граната, пистолет Макарова, револьвер и патроны. Местный житель купил дом с целым арсеналом оружия. А на Ставрополе осудили банду, промышлявшую незаконными поставками оружия из Карачао-Черкесии. Остаться без водительских прав сегодня такое реально, если вас задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения. А за повторное управление машиной в пьяном виде водителя и вовсе могут посадить за решетку. Волшебные кастрюли в кредит за 100 тысяч рублей. Кулинарное шапито проехалось гастролями и по Карачао-Черкесии. Жертвами хитроумных дельцов стали местные жители. Верховный суд Карачао-Черкесии приговорил к 19 годам лишения свободы 25-летнего местного жителя, совершившего разбой, поджог, изнасилование и убийство. Обвинение доказало, что 25 июля 2016 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудницу игрового клуба, расположенного на пересечении улиц Октябрьской и Спортивной города Черкеска. После преступник поджег это заведение и увез находившуюся без сознания девушку на южную окраину города, где изнасиловал и убил ее с особой жестокостью. Вероятнее всего, на такую расправу его толкнули долги, и громан часто терял крупные суммы в этом заведении. Вычислить преступника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Вот мужчина покупает в круглосуточном магазине пакет, позже он окажется на голове жертвы. Труп 23-летней Нины Чеховой был найден возле железной дороги спустя несколько дней. Проведенными оперативно-расскными мероприятиями мы вышли на местонахождение Ладо-Приора, на которое тело девушки перевезли с места происшествия. Автомобиль был обнаружен в 130 километрах от города Черкеска, на животноводческой ферме в Ставропольском крае. В салоне авто было обнаружено вещество бурого цвета. Экспресс-тест показал, что эта кровь является человеческой. Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые единодушно вынесли обвинительный вердикт. С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры республики, по судимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы в 1 год и 6 месяцев. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Напомним, что убитой им девушке остался малолетний ребенок. Суд промышленного района Ставрополя 17 ноября поставил точку в уголовном деле о банде торговцев оружия. Расследование длилось более года. Напомним, что летом 2016-го сообщники Руслан Аюбов и Магомед Батчаев решили подзаработать, наладив посадки оружия из Карачао-Черкесии. Хранили молодые люди арсенал у своего сообщника – Расима Казиахметова. Банду с поличным задержали сотрудники Краевого ФСБ во время оперативного эксперимента. Злоумышленники пытались продать автомат Калашникова и патроны к нему. А позже был изъят и самозарядный пистолет. По решению суда Аюбова ждет 3,5 года колонии строгого режима. Батчаева – 2 года и 2 месяца. А Казиахметова – 2 года заключения. А вот один из жителей Черкеска, обратившийся в полицию накануне, даже и не думал о том, чтобы обзавестись боевым арсеналом. Но так уж получилось, что приобрел он его вместе с новым жилищем. Мужчина обнаружил на чердаке дома, купленного им в феврале этого года, сверток с предметами, похожими на гранаты и патроны. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции совместно с отделом Росгвардии изъяли две гранаты Ф-1, два взрывателя к ним, 86 патронов разного калибра, магазин к пистолету Макарова и самодельно изготовленный револьвер. Участковыми вскоре был установлен и задержан предполагаемый хозяин незаконного арсенала. Им оказался 56-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания. В отношении него дознавателями городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В ходе производства дознания по настоящему уголовному делу установлено, что данные предметы подозреваемый приобрел в 2006 году, находясь в северной части города Черкесского уния, установленного дознанием лица за денежные средства в размере 4 тысяч рублей и в дальнейшем незаконно хранил в принадлежащем ему домовладении, а именно в чердачном помещении. Напомним, что об оружии и боеприпасов, незарегистрированных должным образом, незамедлительно нужно сообщать полицию. В противном случае наступает ответственность в соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся предметы, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Более того, он может рассчитывать на денежное вознаграждение. Для нескольких жителей нашей республики и их гостей поездка на охоту закончилась общением с представителями правоохранительных органов. 15 ноября в ущелье Дауд, который относится к особо охраняемой природной территории, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Покорачева-Черкесии совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ России была задержана автомашина. В ходе осмотра внедорожника в нем были обнаружены полимерные мешки, внутри которых находились разделанные части пяти тушь диких животных, предположительно туров. По данному факту принимается процессуальное решение. В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». В этот же день в урочище 7-й пост Лобинского ущелья Урупского района задержана еще одна автомашина. В ней также были обнаружены части тушь животных. В Большелобинском ущелье проводились мероприятия, где были задержаны четверо граждан, проводивших охоту. Двое из них – это граждане Москвы и Московской области, двое – жители Зеленчугского района. В ходе досмотровых мероприятий у них было обнаружено две трофейные головы диких животных «Тур». У данных граждан была лицензия на добычу одной особи «Тур». На сегодняшний день проводится проверка в порядке ст. 144-145 для установления всех обстоятельств происшедшего и установления места, где проводилась охота. В связи с этим случаем, с перестрелом охотничьего вида животного, в данном случае «Тура», нарушитель обязан возместить ущерб. Сумма ущерба будет установлена охоту правления Харчао-Черкесской республики. В минувшем месяце сотрудники полиции провели операцию под условным названием «Алкоголь». В результате рейдовых мероприятий из нелегального оборота было изъято около 2,5 тысяч бутылок с алкоголем и более 15 тысяч литров спирта. Следственными органами Республиканского МВД и Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесии возбуждено 7 уголовных дел. В июле этого года президент России подписал закон об усилении ответственности за нелегальные обороты тилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, за производство, закупку, поставки, хранение, перевозку и розничную продажу алкоголя без лицензии нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 2 до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного в период от года до трех лет. Лица, приступившие закон, также могут быть лишены свободы сроком до трех лет. Мы же, в свою очередь, напоминаем, что употребляя алкогольную продукцию, приобретенную в местах несанкционированной торговли, в том числе через интернет, вы рискуете своим здоровьем и жизнью. Наш следующий сюжет не о тех, кто незаконно производит и торгует алкоголем, а о тех, кто его употребляет и садится затем за руль автомобиля. Почти 40% ДТП в России по статистике происходят по вине пьяных автомобилистов. Напомним, что еще недавно штраф за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения составлял 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение водителям мог лишиться 50 тысяч. Но даже такие суммы не останавливали пьяных лихачей. И потому законодатели два года назад ввели уголовную ответственность за повторное нарушение данной статьи закона. Скольких любителей покататься под шофе удалось приструнить при помощи Уголовного кодекса в Карачево-Черкесии за минувшие 10 месяцев текущего года? Мы поинтересовались у сотрудников ГИБДД. Это видео сделано на камеру патрульной автомашины. Сотрудники ГИБДД преследуют водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Лихач, увидев автомобиль полицейских, лишь прибавил газа и попытался скрыться от стражи порядка. Но все же это ему не удалось. После задержания становится ясно, почему молодой человек попытался во что бы то ни стало избежать общения с полицейскими. За рулем автомобиля он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я вам предлагаю пройти освидетельствование состояния алкогольного опьянения на месте, около метр Кобра. Согласно проходить? Отказывайте, да? Громче скажите, пожалуйста. А этого пьяного автомобилиста сотрудники ГИБДД задержали в Черкесске средь бела дня. Мужчина привлек внимание полицейских своими странными маневрами. Чтобы избежать ответственности, нарушитель попытался обмануть стражи порядка, но безуспешно. Дуйте. Вы не дуете. Он себя тянет. Как могу дуя? Вы не дуете. Должны от себя. Сильнее дуйте, пожалуйста. Еще раз. Туда. Вот туда. Вы не дуете. Он себя тянет, Игорь. Себя тянет. Везите на экспертизу. Езда в состоянии сильного алкогольного опьянения – явление в Карачао-Черкесии нередкое. К сожалению, не у всех водителей автотранспорта в нашей республике сознательность находится на должном уровне. За 9 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено 350 таких фактов. Напомним, что за данный вид правонарушения законом предусмотрен штраф в виде 30 тысяч рублей. Автомобилист также лишается временно права управления транспортным средством. Но, как показывает жизнь, не всех нарушителей такая ответственность дисциплинирует. Многие автомобилисты, однажды уже попавшиеся полицейским пьяным видим, не спешат расставаться со своим железным конем и тем более не думают прекращать дружбу с зеленым змеем. 71 водитель задержан повторно за езду под шофе. Благо, что теперь закон позволяет изолировать таких нерадивых автомобилистов от общества. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по данной статье по 264 прим. 1, подлежит наказанию в виде административного штрафа на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, обязательной работы до 480 часов, либо лишения свободы до двух лет. Помимо этого, каждый из видов этих наказаний, он сопровождается обязательно лишением права управления или лишения специального права, то есть исполнять свои функциональные обязанности сроком до трех лет. В отношении 57 водителей нашей республики уже возбуждены уголовные дела. Еще по 38 получены приговоры на исполнение. Я думаю, что это весомое все-таки наказание, потому что привлечение к уголовной ответственности, это во многом может ограничить человека и дальнейшие его деятельности. Где-то ограничена деятельность на право управления, где-то занимать какие-то должности, исполнять какие-то обязанности. То есть ограничивается сильно право, и до людей, наверное, дойдет, что не надо употреблять и управлять в нетрезвом состоянии транспортным средством. Будем надеяться, что такие жесткие меры позволят очистить дороги от злостных нарушителей, употребляющих спиртное за рулем. Ведь из-за пьяных лихачей страдают безвинные пешеходы, другие водители, которым приходится попадать в аварии, если за рулем встречного автомобиля сидит безответственный, бесшабашный человек в безобразном виде. За 10 месяцев текущего года по статистике ГИБДД по вине пьяных водителей в республике произошло 34 ДТП. В них 7 человек погибло, и еще 56 получили ранения различной степени тяжести. В один из дней минувшего месяца сразу нескольких сотрудников нашей телекомпании пригласили на кулинарное шоу. Неизвестные представились как последователи самого Андрея Макаревича. Вначале мы подумали, что это чей-то розыгрыш, но на следующий день стало ясно, что подобные звонки получили многие жители нашей республики. Для героини нашего следующего сюжета такой визит на шоу обернулся печальными последствиями. Женщина подписала кредитный договор на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. И это все за набор кастрюль сомнительного качества, который она якобы выиграла во время проведения этого самого кулинарного мастер-класса. Хочу пригласить вас и вашу семью на бесплатное кулинарное мероприятие, которое рассчитано за идей в возрастную категорию от 35 до 78 лет. Вы узнаете секреты здорового питания, различный способ приготовления пищи без использования соли и масла. Такое сообщение накануне получила и героиня нашего сюжета. Женщина, пришедшая заявлением в Роспотребнадзоры, попросила нашу семощную группу не называть ее имени и не показывать лица. Она никак не отправится от шока. Стыдно, говорит, осознавать, что в своем зрелом возрасте так банально попалась на удочку мошенников. Идет шоу, идет шоу, вызывают сразу меня, там жарится какой-то пирог и вызывают меня на так, как я выиграла что-то у них. Потом она дает конверт желтый, в желтом конверте я не знаю что, и отправляет меня сразу к другой девушке в конец зала, вообще, чтобы никто меня не видел. Сестра, которая со мной была, ее тоже не подпустили ко мне. Дочке я хотела позвонить, они тоже мне не дали позвонить, не надо, сказали, звонить. Мы сейчас с вами все утрясем. И она только пальчиком показывала, говорит, ну вот 38. Нет, не читала, потому что это все так быстро сделала, потому что это мошенники. Женщина объясняет юристам, что все происходило так быстро, что она сама не поняла, какие документы подписала. И уже придя домой, открыла договор и осознала, что попала в кредитное рабство. Теперь и не знает, как будет расплачиваться за приобретенный товар за своей скудной пенсией. Потребитель даже не знает, с кем он имел общение. Он не знает ни фамилию, ни имени, ни отчества. У него есть слабенький, как говорится, корешок Останкино. Станкино, даже не Останкино, Останкино. Это нужно пробивать по интернету и в данном случае устанавливать. Имеется ли такая организация. Почему простые домохозяйки готовы платить бешеные деньги за самую обычную посуду? В этом деле многое решает грамотная презентация. Фешенебельный ресторан, уютная атмосфера, реклама чудо-посуды, которая сама приготовит обед без соли и масла. Гостей шоу обрабатывают умело и основательно. Итак, мы берем кастрюлю 3500 литров и мы сегодня приготовим овощи. Абсолютно без воды и без соли. А в створоге положено мясо, целиком без жира и без соли. Скажите, кто-нибудь из вас так уже готовит дома? Да. Замечательно. У кого-нибудь вот такой возможности, сможете сегодня посмотреть и ответить приготовить. Схема отработана до мелочей. Кулинарная шапитога стралирует по всей нашей необъятной родине. Жертвами этих дельцов стали многие россияне. Пользуясь доверчивостью и наивностью людей, бизнесмены продают ничем не примечательную посуду в десятки раз дороже ее реальной стоимости. И умудренные жизненным опытом пенсионеры и молодежь словно под гипнозом тратят свои сбережения и залезают долги и кредиты. Об этих хитроумных дельцах уже не раз рассказывали наши коллеги из федеральных и оригинальных телеканалов. И, казалось бы, о таком виде развода не слышал разве что глухое. Но, однако, находятся все новые и новые жертвы. Кулинарное шоу скандалилось на Ставрополье. Компания «Эколаев» из Белгорода презентует посуду. Они предлагают уникальную посуду стоимостью сотни тысяч рублей. И в основном такое предложение рассчитано на пенсионеров. Если нет необходимой суммы, оформят кредит. Организаторы шоу куют железо, пока горячо, сразу предлагая оформить кредиты и рассрочки. Одна из покупательниц даже сделала заказ на 108 тысяч рублей. Всю эту кухонную утварь Галина Дмитриевна приобрела с почти 50-процентной скидкой. В итоге цена покупки оказалась 90 тысяч рублей. Схема, которую используют эти дельцы, не нова. Она уже не раз была опробована другими предприимчивыми гражданами. Юристы регионального управления Роспотребнадзора по Карачао-Чергесии часто сталкиваются с жертвами таких хитроумных дельцов. В их числе и торговцы кухонной утварью, и бытовой техникой, и представители различных косметических компаний. Почему-то склонен наш человек верить в то, что существует суперкосметика, после использования которой кожа станет как у младенца. Были и среди жителей нашего региона те, кто покупал чудо-пылесосы по цене автомобиля. Может кому-то это показаться смешным, но отстоять права потребителей в таких ситуациях крайне сложно. Судебные процессы затягиваются на годы и превращаются в эпопею под названием «Война и мир». Доказать, что вас обманули и вынудили приобрести товар и оформить кредит практически нереально. Я могу вспомнить, ну это примерно было лет 8-9 назад, когда на территории здесь, в Черкесске, в буквальном смысле, рядом находилась фирма. Сейчас скажу вам. Ну они продавали пылесосы Кирби. И там, по-моему, насколько я помню, это было юридическое лицо, ростовская фирма. Они реализовывали. К нам обратилось три пенсионера. Были судебные дела. Более было двух лет, с половиной лет делались эти дела. Представляли интересы пятигорская адвокатская контора. Очень длительный процесс. Мы сумели вывести эти три дела. Но тоже пенсионеры были, тоже пенсионеры. Вывести эти дела на мировое соглашение. Пылесосы были возвращены. Шоу есть шоу. Печальные гастроли торговцев, как правило, заканчиваются. А их участникам только и остается, что искать способы, чтобы выбраться из долговой ямы. И почему-то нам кажется, что таких историй будет еще немало. Ведь очень любят наши сограждане слушать сказки про красивую жизнь. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok